Ну, команда моя тут. Ваша команда? Да. А сколько у вас в команде человек? 10 человек. 10 человек? Все чемпионы? И потом будем получать вам призы поздравлять вас. А вот у вас какая команда? Ну, там, начиная с 18, с 16 лет и кончая 83. Ничего себе. А как он себя чувствует в 16 и 83? Одинаково? Ну, это же последний. Имеет. Опыт имеет. Вот если выставить 83 и 16, кто победит? Ну, смотря какая 16, у нас есть 16, такая, что и мужиков выгоняет. Потому что я знаю, что легко перевернуться очень, да? Да, конечно. Это все мышцы работают, когда придется? Ну, конечно, плечевой сустав и спина. А вы сами когда начали этим заниматься? С самого детства? С детства. Я ходить начал и ездить на область одновременно, наверное. А как иначе? Папа, мама, все это традиции были с ними? Нет, отца у меня не было, когда я начал плавать уже. А у нас занимаются... Дети, мы в деревне выросли, в Мансийской. И для нас забава это покататься. Велосипеда же не было ничего. То есть это была такая замена велосипеда? Да, да, конечно. А потом работа. У нас война шла. Надо было рыбачить. Мы вот рыбаки рыбы наловят, а на рыбучасток надо 3 километра ехать. Про Великой Отечественную сейчас разговаривали, правильно? Да. Вы, соответственно, сажали в рыбачах. Ну да, вот в область рыбы полной наволят. Я сажусь туда, вот до сюда рыбы. Мне надо по течению спуститься до рыбучастка. Вот я еще не учился, там мне было 5, может, лет. Там ловили меня, задача была поймать меня, чтобы... А там уже другая река, течение быстрое. Если не поймают, меня пронесет туда. Женщина с рыбучастка. А вы сейчас это рассказываете, это в истории где-то зафиксировано, что вы во время войны занимались рыбачами, чтобы не голодал народ? Конечно. Не голодал народ, а мы отправляли в Омск. Там оборонные заводы, кормить нечем было. И вот нашу рыбу, это ёрш, окунь, соленая. Нам зато соли много отправляли. И боржи приходили, и в Омск отправляли. И лозунг был, все для фронта. А самим нам, вот домой возвращаемся, нельзя домой рыбу взять. Запрещено было законно. На рыбалке можешь есть, а домой нельзя. Еле отрезан на рыбалке. Да, да, а домой нельзя. Вот так едут, и это уже поздно. Возле берега, а сука, трава такая. И тихонько обригадировано, следил, чтобы это... И выбрасывают рыбу побольше, так, чука, ясь. Потом приходят, возвращаются, женщины собираются. Вот какие условия были. Собираются рыбу. Получается, мы разговариваем сейчас про 42-й год примерно. Да, 42-й, 43-й год, так вот, я с 45-го года. Значит, не было вот... У нас не только соревнования, у нас здесь. Вы учились тогда в тот момент, или школы вообще нет? Нет, учил, на деревне была школа. То есть выходили в школу, и параллельно... О, ну да, только учебный год еще не закончится. Баранить сначала. Поля у нас были, овес садили. Надо было баранить. Так. На лошадь. А отличали, не отличали. Взрослые, 80-й, и 80-й кончали. Ребенка не отпустят из одного. И мы тоже от 8 до 8. 15. Ничего себе. Да, такие условия были. А в какой момент вы поняли, что надо более такой спортивный характер придать голосам? Это вот, это 75-й, 78-й год. Вот это. Я уже работал зампредседателя райисполкома Нижневартовского. Поначалу, как вашу идею восприняли? Ну, сразу интересно привели. Первый мы провели 40 лет назад, в 1978 году. Здесь в Мауегре? В Нижневартовском районе. Ну да, в Мауегре. В 16-й нету. И интересно было. Из-за участников, которые там участвовали, есть кто-нибудь, кто сейчас... Здесь есть женщина одна. Вот, интересно было бы познакомиться с ней. Да, мы двое, мы двое остались с ней. Вы тоже тогда участвовали? Да. Вы уже и судили, участвовали? Нет, я участвовал. А как вы правила определяли, дистанции определяли? Ну, это правила мы выработали. Мы в Нижневартовском районе правила выработали. А потом положение составили. Так, первый раз не очень, но еще интересно. Это очень значительный факт. У нас было в этом году, в 1978 году, 50-летие района Нижневартовского. Отлично. Я пригласил двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, да, Винограда Саша по гребле Кануа. И он нам помогал. И положение составить, и программу. То есть есть что-то общее от олимпийских картин? Да, да, да. Мы вот от Кановы все-таки у нас эти корни-то пошли. Сейчас я вижу, что очень много стран еще зарубежных стали заявляться. Вот как вам такая экспансия? И вообще конкуренцию они составляют? Нет, никакой конкуренции. Пока они еще не умеют. А как они вообще относятся к этому? Ну, еще интересным я сегодня смотрел, что они еще на будущее переводили его. Я из-за этого, что сейчас проехал, на будущие годы все проеду. Вообще какая-то аналогия в мире есть подобная область? А есть у этих, как же ее народы, не ацтеки, а еще. У них тоже долбленные лодки. Только они не разводятся. Почему именно такая форма и почему она была выработана? Ну, она выработана была, ведь это орудие производства. На рыбалку, на охоту, на сбор дикоросов. В гости куда-то поехать. На области. И чтобы он это... Ну, зимой у нас олени. Летом область. Вот два способа. Поддерживаете обошвение садов? Ну да, у оленей вот все, она развиваемая. И вот, чтобы сеть поставить, надо, чтобы она не вертелась. Более устойчивая. Да сейчас, видите, они как сигары. Это легко перевернуться, но они быстро идут. Очень быстро. Да. А это надо сеть поставить. Утки летят, надо убить, выстроить. А так перевернешься, когда ударят. А вот эта лутка немножко разведенная, она устойчивая. Ну вот сейчас вот все у нас просят. Нет, давайте нам сигарообразную. Запатентованная? Запатентованная? Нет, конечно. Вообще планировали вот это? Да, думали, но до нас что-то не дошло. Надо сейчас заняться. Она поддерживает же все. Она поддерживает. Я два года ей... Дверь открыл? Да. Два года дверь пытался открыть. Давайте кубок... Уже шли первенцы округа? Давайте кубок губернатора назовем. Она что-то первый год не очень. Второй год я опять бумагу большую пишу. Что область это не столько... И не спорт, вернее как, не только спорт. А это социальное явление. Ребята здесь чувствуют себя чемпионами. Ну конечно. И в тайге приехали. И вот мы их благодарим. Мы поднимаем на пьедестал. Они растут. Девчушки 18-20 лет. Вот. Качество жизни человека повышается. Ради вот этих саниманий, ради области. Я не знаю. Вы поддерживаете отношения? Они там с сотовыми телефонами сейчас уже... Конечно. Интернет у нас в деревнях. Сотовый. Да, конечно. Конечно. Сами часто бываете в тайге? Ну я вот работаю... А откуда ты с ними? Сколько лет? Уж 50 с ними живу. Зимой и летом? Зимой и летом, конечно. Это прям вот в специальных условиях, вот в этих, когда они там живут, вместо с ними? Я вечером буду. Интересно. Да. А промыслом занимаетесь здесь с пор? Ну как же, охота, рыбалка, хлеб наш. Мы без этого не можем. Какие вот ближайшие планы, дай бог здоровья. Что хотите еще вот именно в этом культурном наследии? Вот у нас сейчас делаем пробеги, ну как и проезды от одного поселка до другого. Это 750 километров надо проехать. Ничего себе. Вот 9 дней вон плыть. Ничего себе. Вот такие заезды. А если на встоки такие, да, по абсолютно? Ну вот они выступают, сейчас приедут, будут готовиться к Дню коренных народов, поедем. И сколько экипажей вот так уплывет? Ну 8 человек. В одном, а в другом поселке 10 в Альогане. И мужчины в отрасной группе. Ну да, с собой берем, ну и сети вечером на ночлег, а другие, кто-то дежурный составим, по очереди. Сети ставят, рыбу ловим, ухуварим, поехали дальше. В втором заезде? Во втором заезде.